Зеленский, как его зовут? Никто не знает, как Зеленского зовут. Ну что ж вы. Будущий президент соседей. А мы скажем, он Владимир Владимирович. Владимир, Володя. Сука Володи, Ленин Володя, Путин Володя. То есть Зеленский, Володя, Жириновский, Володя. Четырех Володей Европа не выдержит. Четыре Володи сожрут Европу и Украину и Россию. Вы сейчас можете повлиять очень серьезно на ход выборов. Я вам говорю. Скажу, вот Жириновский поддерживает Зеленского. И все, и сразу все. Потому что Зеленский, он берет тем, что он не политик, что он не был министром, он никем не был. И он молодой, наверное, самый молодой с кандидатом. В сорок, там, в сорок, с небольшим. И его знают все. Слышали его такие хорошие шутки, прибаутки. Я вас уверяю, Петросян мог бы у нас победить или Живаневский. Закросто мог бы победить. Не Грудинин, а пошел бы Петросян и Живаневский. И получил бы большое количество голосов. Поэтому победит Зеленский. Но сам по себе он не победит. Потому что поможет Игорь Валерьевич. Вот. А... Потом все артисты. Я вспомнил выборы Ельцина. Ельцин их не выиграл. Все артисты день и ночь, день и ночь. Везде, по всей стране, концерты, концерты. Все выступают. Самые знаменитые. Но у нас они заставили артисты. И то. Второй тур, это была пацификация. Неужели заставили? Вы просто, по-моему, договорились за деньги с артистами, чтобы артисты поддерживали. Артисты за деньги. Я имею в виду избирателей. Так надавили, что просто его спровоцировали. Вот день и ночь по радио. Ельцин, Ельцин есть. Я приезжаю в Иваново. Мой митинг. Я поехал по стране. Выступаю. В конце митинга подходит старушка. По руке мне так хлопает. Говорит, спасибо, сынок, что ты за Ельцина. Она даже не поняла, что я другой кандидат. День и ночь в голове Ельцин. Она решила, что я приехал агитировать за Ельцином. Я же объявил, кто я. Я Жириновский, я Жириновский. Я сказал, что я кандидат президента Жириновского. Я юристом столько-то лет. И потом начал программу сглагать. А она подошла позже. Не слышала, кто он такой. Но поняла, поскольку вся страна на Ельцина. Она решила, что я тоже приехал агитировать за Ельцином. Но это в соорозе выборы. Когда я все это проанализировал. И уже буквально в начале осени я понял, что Трамп победит. Да здравствует ГКЧП. Да здравствует русский народ. Да будь проклята московская гнилая интеллигенция. Которая предала нашу страну. Сегодня она не понимает, что делать. Сегодня она гуляет по Парижу, по Лондону. А живет как паразит за счет всего трудового народа нашей страны. Ничета не делает. Сидит с кошечками. С собачками. И пожирает все лучшие продукты, которые везут со всего мира. Еще мы курием. А вся страна... И курите. Колитесь. Крете шампанского. Я все понял. Уставите подиум. Стриптиз. Я все понял. Мы с Шелли будем делать выводы. Что вы пропаде пропадом. Я сейчас приду, чтобы никакой кошки не было. Огромное вам спасибо. До свидания, дорогие москвичи. Голосуйте за ЛДП. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Знаете, нет никакого желания участвовать в романтизации и идеализации образа Владимира Вольфовича Жириновского. Это часто происходит с политиками, которые умерли на глазах у всей страны. Все плохое забывается. Вспоминаю только какие-то там, условно говоря, пророческие вещи и прочее. Он не был, конечно, человеком с понятиями. Потому что он был политиком. Я всегда оставил на тезисе, что политик – это по определению человек нечестный и нехороший. Даже хороший политик, вернее, хороший политик, непривятно, должен быть не очень хорошим человеком, способным и на предательство, и на всякого рода маневры. Но песня совсем не о том. Владимир Вольфович, безусловно, был одним из самых ярких российских политиков. Которые появились на горизонте после развала Советского Союза. Он, безусловно, был умницей. Он играл роль, конечно. Никто не видел его истинного лица, такого усталого и пресыщенного человека. Я, кстати, совершенно ебануту в каких-то вопросах, допустим, знаете, он никогда не подавал никому руки в куварах. То есть он был помешан на вот этой идее какого-то вируса, заражения. Он задолго, задолго до ковида, до всех вот этих вещей, он же, собственно, и погиб, потому что сделал себе 54 вакцинации. Ни один организм не выдержит такой нагрузки. Нет, он с самого начала был чудовищно брезглив и ненавидел домашних животных. И был вот так вот повернут на гигиене. И масса было всех прочих у него таких вот закидонов. Не про все стоит говорить, вообще не стоит про это говорить. Но он был очень интересным собеседником. Он точно, во-первых, понимал, что от него хотят услышать. Он, безусловно, был с чувством юра. Он был очень расколон. Ну вот он там пел, допустим, не обладая ни слухом, ни голосом, не заворачивался совершенно. Он позволял себе крайне резкие суждения. Ему нравилось эпатировать, и он никогда не отказывался от интервью. Никогда. То есть вот окружение его, да, они там ставили фильтры какие-то по самым разным резонам. Но я там помню, допустим, его первое приглашение в студию проекта «Правда-24». Это был прямой эфир. И он просто начал с того, что, типа, какого фига вы меня, сколько программ существует, год уже, два, вы меня не позвали до сих пор. То есть он примерно как принцесса Диана был. Вот да, он как Ди. Принцесса Диана тоже понимала совершенно ценность вот этого журналистского внимания. Хотя миф существует о том, что она избегала папарацци, она без них бы не составилась, не было бы никакой принцессы Дианы. Если бы не было журналистов и не было мастерства манипуляции этим вниманием персонажа. Поэтому, да, Жириновский это в известной степени принцесса Диана. Мне его реально не хватает, как собеседника. Я не знаю, как там истаблишменты реагируют на его уход. И считается ли, что нужно эту валентность заполнить тем или иным политикам или группой политиков. Понятия не имею и не интересуюсь. Это бесконечно далеко от меня сфера. Но мне, мне лично, как интервьюеру, как человеку, старающемуся понять, о чем там на Кремлевском Олимпе люди думают и что собираются делать, мне его не хватает, потому что его прогнозы удивительные. Он, кстати, сказал мне в одной из бесед, даже не зная и не помню, как зовут Зеленского, мы выясняли у съемочной группы, что он Владимир. Он пришел в неописуемый восторг, что тот тоже Владимир. И Путин Владимир, и Жириновский Владимир. Но о фамилии он его знал, и он сказал, что он будет президентом. И насчет Трампа, кстати, опять же у меня в эфире он сказал, что Трампа выберут президентом, хотя на том этапе, когда только-только начиналась предвыборная кампания в Соединенных Штатах, это было совсем-совсем не очевидно. Поэтому у него чуйка была замечательная. Он был мощным, не скажу, что интеллектуалом, но мощным таким, мыслительным, тоже опять же слово не то, но с думалкой, с хорошей, крепкой думалкой. Повторюсь, не без недостатков, но второго такого я пока у нас, увы, не видел.